Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган и о главных событиях к этому часу. 20 районов края получили новую технику для коммунальных служб. Гроздь калины красной. Такую новогоднюю игрушку представил Алтайский край на главной елке России. У него была тактика, и он ее придерживался. Новый чемпион России по кикбоксингу родом из Алтайского края. У алтайских учителей в следующем году должна подняться зарплата. По крайней мере, на единый подход к ее расчету обратил внимание президент во время Госсовета, посвященного итогам года педагога и наставника. По словам Владимира Путина, сейчас складывается ситуация, когда в некоторых регионах труд педагога оплачивается выше, и, соответственно, туда стекаются кадры из других территорий, в которых, наоборот, формируется дефицит. Единый подход к формированию зарплат учителей должен устранить эту несправедливость. Также президент рекомендовал изучить, как реализуются меры поддержки педагогов на местах, как уберечь учителей от непрофильной нагрузки и как мотивировать молодежь работать в школе. Путин поставил в пример опыт Новгородской области, где студентам педагогических специальностей выплачивают стипендию в размере 20-30 тысяч рублей. Говоря о всей сфере образования, глава государства подчеркнул, что воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы и должна продолжаться в различных центрах и движениях. А также он озвучил идею подключать к преподаванию защиты Родины ветеранов боевых действий. В качестве итогов тематического года Владимир Путин обозначил следующее. Принято решение, направленное на защиту прав педагогов, расширилась география профессиональных конкурсов и форумов, страна возвращается к сильному в прошлом опыту наставничества. Важно сохранить именно живой дух наставничества. Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию. Добавим, в заседание Госсовета принял участие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Главы 20 муниципалитетов края сегодня получили ключи от новых самосвалов для перевозки угля. В общей сложности на покупку новой техники из бюджета региона было потрачено свыше 130 миллионов рублей. Подробности в сюжете. Мы не прекращаем этот поток событий, связанных с тем, что что-то открываем, что-то запускаем, вручаем автобусы, специальную технику, автомобильный транспорт и так далее. Все это действительно продолжается. Политика, которую мы вместе с вами, дорогие друзья, проводим. Необходимую спецтехнику последние несколько лет районы края получают регулярно. К примеру, вакуумные машины и экскаваторы-погрузчики. В этот раз в Новоалтайске вручали минские самосвалы МАЗ. Ключи от них подарили главам 20 муниципалитетов. Чижижскому району передали сразу два экземпляра. Из-за удаленного расположения и особенностей рельефа. Проехать там может не каждый автомобиль, а поставлять уголь, для которого предназначены самосвалы, надо регулярно. Контракт на поставку угля в основном заключается до железнодорожной станции. И от железнодорожной станции до районов или по району приходится развозить и для этого нанимать частных перевозчиков. Стоимость разводки дорогая получается. И это сильно бьет по карману, по экономике теплоснабжающих предприятий. Теперь затраты на уголь должны сократиться где-то на 10%. Перевести такой самосвал может до 20 тонн груза. Стоимость одной единицы техники чуть больше 6 миллионов рублей. А какую технику желаете в следующем году? Ну, конечно, нам еще требуется сейчас на сегодняшний день экскаватор, для того, чтобы проводить какие-то аварийно-восстановительные работы на территории района. Потому что у нас протяженность сетей большая и удаленность от центральной части у нас села тоже большая. Поэтому иногда необходимо 2-3 единицы техники в разные территории направлять, для того, чтобы устранять сетевые аварии. В общей сложности с 2020 года власти края купили 600 единиц дорожной техники на сумму приблизительно 5 миллиардов рублей. Правительство уже обдумывает следующие транспортные приобретения. Но для начала надо полностью раздать другие новые машины. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Цены на яйца до нового года в крае не изменятся. Такое заявление сделал Анатолий Жболдин-Кронберг, доцент кафедры экономики и финансов местного филиала финансового университета при правительстве России. В декабре жители России отмечали резкий рост цен на курицу и яйца в магазинах. Громкая история прозвучала на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, где он поручил разобраться с ценами ответственным ведомством. Сообщалось, что проблема должна решиться, когда в регион поступят импортные яйца из Турции. В настоящее время продукция в магазинах не получила отметок о том, что она ввезена из-за границы. Из-за этого эксперты делают вывод, что на прилавках до сих пор предлагаются только российские продукты. По прогнозам, ситуация сохранится как минимум до наступления следующего года, а новогодний ажиотаж на продукты в салаты может проблему в плане физического количества усугубить. Сегодня в Барнауле торжественно открыли новогодние площадки, в том числе и снежный городок на площади Сахарова. Мероприятие началось с театрализованного представления «Царевна-Лебедь». Барнаульцы явно успели соскучиться по новогодней главной площади, на которой в прошлом году из-за ремонта моста на Ленина городок не обустраивали, дорогу не перекрывали. Впрочем, когда-то праздничные гуляния в Барнауле проводили совсем в других местах. До революции все массовые праздничные действия организовывали на Демидовской площади и Площади Свободы. А жители ждали не только Новый год, сколько Рождество. Как отмечали зимние праздники в дореволюционные времена, расскажем далее. Одна из старейших площадей Барнаула – Демидовская, говоря по-современному, центр притяжения. Зимние забавы до революции 1917 года в Барнауле проходили именно здесь. Вообще, Демидовская площадь, конечно, тогда, в начале 20 века, она была что-то типа площади Сахарова сейчас. То есть, да, главной елки еще до революции не было, вот как мы привыкли с советских времен. Но здесь дело в том, что проводились ярмарки, а там, где ярмарки, там гуляния. Уличные фокусы, продажа блинов и катание на коньках. Каток здесь заливали на всю площадь. Точно известно, что на льду катались и взрослые, и подростки. А вот выходили ли на лед Барнаула женщины – доподлинно неизвестно. А вот это вопрос. Катались ли девушки на коньках? Коньки, они же и для мужчин, и для женщин. Это понятно. Но, может быть, считалось неприличным для девушки кататься на коньках. Сто лет назад не было такого праздника, как Новый год. Было Рождество, к которому тщательно готовились. Прибирали дом, готовили вкусные блюда. Самые масштабные гуляния проходили по современному адресу Ленина 18. Здесь же ставили первые елки в домах. Самые богатые, самые известные елки были здесь, в доме начальника Алтайского округа. То есть, грубо говоря, губернатора. Ну, если так можно сказать, что здесь были губернаторские елки, но не в смысле, как сейчас, для детей, а у губернатора елки. Это было ближе что-то к балу-маскараду. Главной задачей было не наесться и напиться, а навеселиться. Подарки дарили, но детям чаще всего сладости, которые в начале 20 века могли даже не производить в России. А еще в праздник посещали церковь. Одной из важных точек был Петропавловский собор на площади Свободы, просуществовавший до 1935-го. С приходом советов, отменивших религию, на площади стали строить снежный городок и устанавливать елку. Сосна, наша любимая. Ну, наверное, это, может быть, и пихту привозили, почему-нибудь. Откуда-то. Ее украшали? А вот, честно говоря, не... А с вниманием? Ну, да, я думаю, что да. Ну, не так, как сейчас, там, какими-то гирляндами, да. Но я думаю, что какие-то игрушки вешали. То есть символизм был? Был, был, был. Позже елки стали появляться повсеместно, а в середине 1940-х власти отделили праздничные традиции в формате Нового года от запрещенного христианского Рождества. И довольно скоро Дед Мороз и Снегурочка стали четко ассоциироваться с 31 декабря. Спустя почти век, Новый год по-прежнему сочетает в себе фольклор и советскую атрибутику. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. Марат не просто надевает костюм Деда Мороза. Он действительно исполняет желания. Мужчина и его приятель провели 60 дней в пути ради спасения совершенно незнакомого ребенка из Барнаула. Вышли из Казани и вот спустя 3000 километров они в Алтайском крае. В пути встречались с журналистами, привлекали внимание к проблеме ребенка и таким образом помогали в сборе денег на самое дорогое лекарство в мире – Золгенсма. Требовалось больше 100 миллионов рублей. Все для того, чтобы маленькая жительница Барнаула Маруси Яценко могла жить. У Маруси редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Если таких детей не лечить, они угасают на глазах. Я точно знаю, что некоторые вопросы нужно будет закрыть, решить, как мне быть дальше. Мысли поменялись совсем. Раньше глава о другом забита была, а сейчас совсем о другом. Кстати, наш материал о поступке Марата и его приятеля получил признание на федеральном уровне. Сюжет телеканала «Толк» победил в престижном конкурсе «Современник на экране» в рамках фестиваля «Герой нашего времени». И это еще одна возможность привлечь внимание к проблеме Маруси. Ей по-прежнему требуется помощь. Сложности возникают с тем, что ребенок растет, а лечение уже необходимо начать. По европейскому регламенту возраст не ограничен, а вес до 21 килограмма. Поэтому сейчас Маруси весит в районе 17 килограммов, у нас остается 4 килограмма. А для пятилетней, вот и 6 лет исполнится Маруси, вес, конечно, будет набираться. В Барнауле Марат устроился на работу, устроил личную жизнь и пока решил остаться здесь. Свою давнюю традицию поздравлять детей в костюме Деда Мороза он продолжит уже в Алтайском крае. Я не говорю, что я такой честный, праведный. За мной тоже как бы немало всякого. Я тоже принес некоторым людям слезы, но также и радость принес. Поэтому нужно быть добрее, отзывчивым и помогать, хотя бы по мере своих возможностей. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов, День с толком. Елочная игрушка из Алтайского края в виде ягоды калины, отсылка к творчеству Василия Шукшина, украшает главную елку выставки «Россия в Москве». Свои игрушки там представили все 89 регионов страны. Всего на площади ВДНХ разместили 90 елок. Есть среди них и главная. Именно она украшена игрушками, созданными специально для выставки. Среди них гербовые животные, игрушки в форме ремесленных изделий, фигурки человечков в национальных костюмах и многое другое. А символом Алтайского края стала калина красная – россыпь красных блестящих шариков, собранных в кисть на одной ветке. На высоте 4 метров со стороны ВДНХ. Яркая, красивая, как наша природа. Алтайский край – все настоящее. Настоящие люди, настоящая природа, настоящие эмоции. Добро пожаловать в Алтайский край. У нас всегда самая лучшая гречка. Наши поля, наша пашня, наш туризм. Обязательно приезжайте. Наш промышленный потенциал, с ним ознакомиться, влюбиться в Алтайский край. Среди других игрушек много запоминающихся. И шары в узорах оренбуржских платков, и подсолнухи из Краснодарского края, и самовары из Тулы. А гости из холодной Якутии привезли зимнего волшебника, владыку севера Чесхана. С приходом зимы природа находится в тишине. И мы хотим сейчас мира и тишины, и гармонии мира. А те, которые посетят наш стенд, они могут любоваться бивнями мамонта. Мы всех удивляем тем, что каждый человек может получить какой-то кусочек, кусочек холода, кусочек самого холодного региона. До главного праздника года осталось совсем немного, чуть больше двух суток. Время подумать над заветным желанием и по многолетней традиции загадать его под бой курантов. В канун Нового года мы решили узнать у барнаульцев, что они пожелают в праздничную ночь. Что пожелаете под бой курантов? Мирного неба над головой, здоровья, счастья близким, родным, чтобы все было хорошо в новом году. Я бы хотел пожелать себе и всем в целом какого-то счастья, успеха в личной жизни и в целом благополучия как финансово, так и в общем. Самое главное, наверное, здоровье. Здоровье, здоровье и долгих лет жизни. Потому что если есть здоровье, и жизнь удалась. У меня на данный момент самое главное в приоритете здоровье, здоровье. Ну и самое главное, чтобы был мир, люди добрее друг к другу. А какое самое необычное желание, которое исполнялось на протяжении всей жизни? А я даже не знаю, что было. Ну когда-то... Да, что-то когда-то ты загадывал, наверное, что оно существилось. Ну, наверное, стремился больше зарабатывать и быть более независимым, чтобы не сидеть, соответственно, уже свои годы отношения у родителей. И так оно и вышло. Что пожелаете под Новый год, под бой курантов? Есть ли какие-то уже мечты? Здоровье, конечно же, финансовое благополучие, меньше кредитов, больше денег на руках. Самое главное. А какое самое главное желание, которое исполнилось в вашей жизни? Родился сын, наверное. Вы вообще загадываете желание? Да, конечно. Что в этом году загадаете? В этом году? Наверное, теплой погоды, хорошей весны и жаркого лета. Мира и здоровья всем. А для себя пожелаете что-нибудь? Здоровья? Здоровья. А еще? Внуков. Всем счастья, здоровья, успехов и финансового благополучия. Чемпион России по кикбоксингу родом из Алтайского края. Спустя два десятилетия в Барнаул вернулось золото всероссийских соревнований по этому виду спорта. Михаил Якушев стал первым на чемпионате страны, который проходил в Перми в конце декабря. По словам тренера-спортсмена, они сразу заявили главному сопернику Михаила о своей победе. Михаил выиграл все три раунда. Для такого результата он готовился много месяцев и отсматривал поединки своего соперника. Еще один представитель Алтайского края Александр Буров стал финалистом чемпионата. Первый бой он провел уверенно, а во втором травмировал ногу. Однако в Министерстве спорта региона уверены, это тот случай, когда проигрыш равноценен победе. Кикбоксинг считается одним из базовых видов спорта в Алтайском крае. Он привлекает большое количество воспитанников и в последнее время приносит немало побед. На этом соревнования 2023 года закончились, а в 24-м крупным событием станет спартакиада. Учащихся одна из дисциплин, которой кикбоксинг. В августе Барнаул примет больше 300 спортсменов. Это еще очередной виток истории кикбоксинга. Именно спартакиада по студентам пройдет здесь. Это тоже достаточно серьезное доверие, ответственность и, наверное, признание наших результатов уже на российском уровне. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok